Мы подготовились к тому, что наше приложение сможет самостоятельно взаимодействовать с порталом. Однако, исходя из логики нашего приложения, у нас тем не менее должен остаться пользовательский интерфейс. Для тех пользователей, которые захотят посмотреть наши отчеты. Кроме того, для нашего приложения совершенно не обязательно использовать полную авторизацию по протоколу OAuth 2.0, поскольку у нас есть скрипт установки приложения, который является одной из точек входа в приложение второго типа. Иными словами, в момент установки приложения мы можем воспользоваться уже готовыми токенами и сохранить их в своей базе данных с тем расчетом, что этими токенами в дальнейшем будет пользоваться та часть нашего приложения, который будет работать без участия пользователя. Следовательно, нам надо решить вопрос о хранении токенов в базе, при этом учитывая, что потенциально наше приложение может быть установлено на несколько разных порталов. Таким образом, мы пришли к тому, что наше приложение представляет собой некий смешанный второй и третий тип приложений до BITREX24. У нас, как вы помните, уже подготовлена таблица для хранения данных авторизаций пользователей. Напомню ее структуру. Адрес портала Portal, токен авторизации Access Token, токен обновления токена авторизации Refresh Token, идентификатор портала Member ID и период жизни токена авторизации Expires In, который мы на самом деле не будем пользоваться вообще. В какой же момент мы можем сохранить авторизацию пользователя, да еще не просто пользователя, а пользователя с административными правами? Конечно же, в момент установки приложения. А мы знаем, что у нас есть метод Manage Ajax, который принимает, помимо прочего, команду AddRatingUsers для сохранения списка участников рейтинга. Вот и в этот самый момент мы и сохраним заодно авторизацию нашего текущего пользователя, который по определению администратор портала. И для этого вызовем метод SaveAuth, реализация которого исключительно прямолинейна. Он попросту вставляет в таблицу B24 Portal Reg, нужный нам в дальнейшем параметр авторизации, привязывая их к конкретному порталу. Проверим. Сначала удостоверимся, что данных в таблице B24 Portal Reg нет. Затем снесем текущую версию приложения и заново добавим ее, указав все необходимые для нашего приложения права. И это, как вы помните, права на модуль пользователей CRM и B24 диск. После добавления приложения будет, как и раньше, запущена процедура установки. Добавим пользователей. Нажмем кнопку «Сохранить» и снова посмотрим, что у нас появилось в таблице B24 Portal Reg. А там появились данные авторизации в привязке к нашему порталу. Теперь наше приложение сможет делать все, что нужно, не ожидая явного запуска пользователям. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok